Девушки отдыхают Девушки отдыхают Теперь Наталья вынуждена прятать мать от родного мужа-садиста Очень страшная вещь семейное насилие, когда закрыта дверь А у нас же главный фокус, что перед камерой мы всегда камельфо и душка И на всеобщее обозрение столько лет выставляется эта баечка насчет безумной любви В свою очередь Александр Колкер требует вернуть ему жену Композитор заявляет, что Марию Леонидовну украла собственную дочь и силой удерживает в плену Оправдываться не собираюсь Супруга не настолько вышла из ума, чтобы говорить в эфир Да, она говорит, он тебе пробил голову чашкой Как получилось, что страдающая болезнью Альцгеймера певица Мария Пахоменко стала жертвой семейного садизма И почему единственная дочь композитора Александра Колкера навсегда закрыла для него дверь в свой дом Горькая ягода Марии Пахоменко, тема эфира сегодня И дочь композитора сегодня в нашей студии Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Андрей Наташ, все-таки сразу спрошу вас В субботу был эфир на Первом канале Как ваш папа Александр Колкер отреагировал на те заявления, которые прозвучали уже? Нет, он не дождался эфира Все, что произошло у нас, вот последние события Они произошли с утра, в 9.30 утра Это только специалисты могут определить Я не знаю, вот его поведение является следствием тяжелого психического заболевания Это свойство натуры Человек стал очень опасен Дочка плохо закрыла квартиру Выйдя с утра с собачкой Дальше все происходило очень быстро Я выглянула в коридор, он крался в сторону моей комнаты У нас был целый дом народа, он на это не рассчитывал Он думал, что я одна Я только успела сказать Он в квартире подскочил Друг дочери закричал У него ствол, у него ствол в руках Он с пистолета пришел? Да, у него в руке был пистолет Муж и друг дочери кинулись и перед лицом успели захлопнуть дверь у него перед лицом Я в оборок упала в этот момент Мы вызвали полицию, у нас были проблемы с вызовом полиции Они не хотели ехать И очень грубо с нами разговаривали А Мария Леонидовна где была в этот момент? Мама была у нас, но в другом помещении Но она его не заметила? Нет, нет, она его не заметила Он шел не в ее комнату, а в мою И думал, что я нахожусь одна Он не знал, что двое мужчин находятся в доме Наталья, а давно у вас такие проблемы? Почему вы не хотите поменять свою квартиру, переехать? Это ничего не изменит в ситуации Мы же всю жизнь жили раздельно Я с ними не живу 16 лет Но все на одной площадке, все происходит на одной площадке Да, послушайте Я с тяжело больным человеком Должна бегать от него по городу, перемещаться Послушайте, зачем ей куда-то бегать? От кого-то, если она вправе жить со своей дочерью у себя в квартире? Кто ухаживает за вашей мамой? Я ухаживаю за ней сейчас постоянно второй месяц И так как я, никто не сможет ухаживать Был 5 сентября консилиум в той клинике, где она наблюдается много лет Всего за два месяца, что она находится у меня, под моим уходом Они не смогли скрыть свое удивление, какие разительные перемены в лучшую сторону с ней произошли И все-таки, извините, вас перебью Главный вопрос, который задают все мои знакомые И мои знакомые, почему я молчу всю жизнь Да Попробуйте на мое место, вот кто-нибудь, я никому не пожелаю Нет, это же не чужой мужчина, это ваш папа Это мой папа Если бы это сосед какой-нибудь, тогда понятно Отец есть отец И я кричу об этом, оба И я кричу, помогите моему отцу, он нуждается в помощи Помогите хоть кто-нибудь Но это сейчас, да? А если мы говорим все-таки, что это продолжается долгие годы? Ну, во-первых, я выросла в этой обстановке с детства, с раннего Для меня это стереотип, эти взаимоотношения в семье, это норма И вас он тоже бил? Боже мой, почему в прошедшем времени? Все продолжается Последний раз он нанес мне побои 4 сентября на лестнице И внятно сказал, что он начинает убивать И сказал, это не шутка Наталья, а вы вызывали вот по поводу 4 сентября милицию? Заявление писали? Что по этому поводу вам говорят? В больницу обращались? Побойся? Это было под видеокамерами на первом этаже Он подкараулил, я шла в подъезд, он увидел И я вошла, он выскочил из лифта и сразу нанес очень тяжелый удар И бил под камерами Я обратилась Зафиксировано, вы сняли показания, что были причинены какие-то повреждения Я обратилась, чтобы снять видеокамеры, потому что бил прямо под камерой Я обратилась в домоуправление, сказал, что мне нужно записать этот фрагмент Значит, мне сказали, вечером зайдите 12 видеокамер в доме, на всех есть видеоизображение Это сказали, сломано, видео не работает Хочу показать синхрон одной соседке, у которой, наверное, как и у всех в доме Есть своя точка зрения, почему вы молчали долгие годы, а сейчас заговорили Давайте послушаем Маша болеет давно Значит, он очень любит Машу Очень за ней хорошо ухаживает И вместе их все время видим Я с ними дружу уже почти 50 лет Я все это знаю Ну, а сейчас почему-то Наташа, вот она приходила ко мне, говорила, что вот она забрала, значит, маму к себе И считает, что, значит, Саша за ней плохо ухаживает Ну, я вот каждый день их всегда видела, они гуляют Гуляют, вот сейчас Маша не гуляет, ну, может быть, она себя плохо чувствует Но Наташе некогда, она работает Вот, я думаю, что дело тут У меня сомнения такие Вот Наташа собирается замуж выходить И вот это ее бывший какой-то одноклассник, я не знаю Чего-то, мне кажется, что у него вся причина всех этих отношений Мутный он какой-то Вот Может быть, он Наташу как-то настроил, я не знаю Ну, вот мнение соседей, что появился новый мужчина в вашей жизни, он мутный, и он настроил вас так действовать А настроил как? Чтобы забрать мать к себе? Что значит настроил? Ну, во-первых, она забрала к себе маму, правильно сделала? Мы бы уже не были живы Мы бы уже живы все не были Наташа, вот скажите мне, пожалуйста, все-таки вашему отцу, ну, ему не 25 лет Да, ему полное ощущение, что он каких-то недюжей совершенно силы, что он какой-то монстр Что с ним невозможно справиться Я могу объяснить Объясните У него такие припадки неврастении или шизофрении, я же не знаю, его никто не диагностировал В этот момент я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, у меня ничего не выходит Он стоит на учете в диспансере? Значит, в течение двух лет он хихикает, говорит, вот и я уже на учете Вот и я уже на учете Позвольте вам разъяснить, вы имеете право как родственник подать заявление в суд и гнать его ограниченный диспансер Да, вот на экране, вот они гуляют в парке, все хорошо, она с ним под ручку Да, так на улице всегда под ручку, потом у нас дверь закрывается в квартиру, понимаете? И вот этот фокус происходит на протяжении всей жизни Я маленьким ребенком только видела А почему вы тогда всего два месяца назад взяли маму к себе? Если это продолжается уже много лет, а вы живете рядом Потому что у меня не получалось, мне никак Я приложила невероятное количество усилий, чтобы урегулировать это внутри семьи А давайте выясним очень важный вопрос Вот ваша мама, с кем хочет жить? Вы понимаете, что такое больной альцгеймер? Я понимаю, но все равно у него бывают какие-то проблески в сознании У нее не просто проблески Она 4-5 дней абсолютно адекватна, потом один день ей плов Вот когда я смотрел передачу сегодня вечером, я видел, что вы ее кормите, она с вами разговаривает То есть я правильно или понимаешь? Она не просто разговаривает, она все понимает абсолютно И вот Андрей, здесь очень важный момент, когда человек хочет жить с кем-то, это так или иначе, ее мнение, желание учитывается Нет, 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 нет. Если у нее инвалидность первая группа, нет, не учитывается. Значит, в законе четко зафиксировано, при, когда определяют дееспособность гражданина, его желание учитывается, если он способен это выразить. Давайте послушаем, Мария Леонидовна, внимание. Заходите, пожалуйста. Я могу сдать норму ГТО, я бегаю на скорость. Мне надо выйти из лифта, добежать и закрыться. Это Мария Леонидовна, моя мама. Мамочка, пойдем. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. И счетки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки стоят, в сторонке платочки в руках деревян. Потому что на десять девчонок статистики девять ребят. Мамун, как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя. А зачем мне себя чувствовать? Это делаешь ты своими. Мне просто нужно немножко времени, чтобы отдохнуть и отдышаться. Вот и все. Понимаете? В тот момент, когда она оказалась у меня в руках, она весила 38 килограммов. Доедай. А ты забыла, надо хлеб кусать. Да. Да? Ты забыла про хлебушек. Бери. Она такой мужественный человек. У нее такой стержень. И она такая молчунья. И она до сих пор так себя держит. Она такая умница. Наш уголок нам никогда не тесен. Когда ты в нем, то в рем цветет река. Не уходи. Еще не спит. И все-таки, может быть, действительно появление в вашей жизни вот этого гражданского супруга добавило вам сил и решимости поступить так, как, может быть, вы должны были поступить? Мы учились вместе в школе. Мы 38 лет знакомы. Нет. Жить когда? Когда вы начали жить с супругом, и это начало раздражать вашего отца. Вот в марте он уже просто перерезал и стал помогать. А чего вы решили, что это то, что стало жить с гражданским мужем? Потому что это опубликовано в питерской газете. Вообще, мы должны сказать, что всю эту шумиху поднял сам, да, Александр Кулкер, когда опубликовал в питерской газете «Невское время» открытое письмо, скажем так, Наташе, ее гражданскому мужу и Марии Леонидовне. Давайте пригласим редактора отдела культуры газеты «Невское время» Владимира Желтова. Он сегодня расскажет, как они решились опубликовать это письмо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Давайте так. С чего все началось? Пришел Александр Наумович Кулкер конкретно в редакцию нашей газеты. Я его спросил, я не знал, что кроется за его приходом, я спросил, я говорю, как здоровье Марии Леонидовны? И он дрожащими вот такими вот руками, он положил передо мной несколько листов бумаги и сказал, прочтите, и вы все сами поймете. И в этом, когда я прочел, вот, это потрясение, вот этот текст, который, это потрясение. Причем в самом конце рукой было приписано «Ленинградцы, Ленинградцы, помогите вернуть мне мою Машеньку». Понимаете? И оставить без внимания это было невозможно. Все, он не хотел прибыть шуми. Хорошо, скажи, давайте, давайте, статья называется, статья называется «Жигола или как умирает народная артистка России» Мария Пахоменко. Не так, совершенно не так. Статья называется «Верните мне жену, верните мне мою Машеньку». Так называется статья. А «Жигола» это кто? «Жигола или как умирает народная артистка» это обращение, это обращение, обращение Кулкера, которое мы почти полностью приводим в газету. Как мы эту информацию верифицировали? Как вот, понимаете, приходит человек. Не, ну журналистские расследования проводятся в таких случаях. Нет, понятно. Журналистские расследования, Оль, это всегда, которая была в письме. Это противоположные стороны, если же это журналистские расследования, правильно? Прагмент письма, фрагмент письма. Моя профессия позволяла мне несколько лет находиться рядом с любимой, но больной женой, взяв на себя все домашние заботы. Стирка, продукты, готовка питания, уборка квартиры. Мы прожили в законном браке с моей Машенькой 54 года. Мы не расставались ни на секунду. Жители нашего района приветливо улыбались, завидев нашу парочку. Но мы это видим на видео. Отдав дочери и внучке трехкомнатную квартиру, мы с женой прожили всю жизнь в кооперативной однокомнатной квартире 17 квадратных метров, зато рядом с дочерью и внучкой на одной площадке. Я прошу прощения, там не точно. Я прошу прощения, мы же разошли на речи. Идет еще одна квартира. Стоп, стоп, стоп. Есть еще одна? Ну, насколько я понимаю, там еще одна квартира задействована. Там не одна квартира, но там немножко не так. Там мы прожили более 30 лет. Не всю жизнь в однокомнатной квартире, а более 30 лет. Вот, это раз. И мы, они жили одно время в трехкомнатной квартире, потом вернулись. Послушайте, вот эта история, это она абсолютно не так, когда говорят, что квартиру вопрос испортила москвичей, ленинградцев и так далее. Все эти квартиры, которыми владеют, Колкер и его супруга, по закону достаются единственной наследнице, сидящей перед нами. И поэтому искать тут какой-то подоплеку я просто абсолютно не поднимаю. Вы зря все переводите на эту тему. Мне от Колкера не нужно ничего вообще. Ну вы же уже получили трехкомнатную квартиру, теперь вам, конечно, ничего не нужно. Значит, все россказни про эти 30 лет, это по факту, вот по каждому предложению, я могу оставить сказку. Кому считаете, квартиру должно быть у нас? Это родная дочка, кому они должны, а так свою квартиру не считают. Ничего не нужно. Друзья, Владимир Георгиевич, и все-таки, вы кому больше верите в этой истории вот сегодня? Вы знаете, какая ситуация? Потому что, когда Колкер пришел, я ему сразу сказал, Александр Иванович, мы должны выслушать вторую сторону. Он сказал, да, конечно, пожалуйста. Мы с ним вместе подошли, позвонились в двери Натальи Александровны, но никто нам не открыл дверь. Я понимаю, это был... Один раз приходили? Подождите, подождите, это был рабочий день. Но один раз? Да, мы один раз... С кем живет мама, это, соответственно, у них есть рабочие права. С кем живет не мама, а с кем живет Наташа. Проблемы и об этой проблеме папа Наташи пишет в письме. Цитата. Жигола, он же гражданин Израиля, Александр Беляев, нашел в интернете себе невесту, нашу дочь, Наталью Пахоменко. И не важно, что Наташа 53, а ему 55. Интернетная любовь, в кавычках, Беляева запылала ярким огнем. Браво! Гражданин осозрел дерзкий план, пообещав Наташи за мужество, прикинув, что родители будущей невесты, Мария Пахоменко и композитор Александр Колкер, люди известные, а стало быть зажиточные. Но воспеченный жених кинулся в Санкт-Петербург из Израиля. Невесте он представился ученым-генетиком с мировой известностью и пообещал, все на словах, жениться на ней в Праге или в Вене, свозить ее в Париж, Лондон, Мадрид, Рим, Пекин, Нью-Йорк, подарить шикарное авто. Но, дескать, это все потом. А что же сейчас? А сейчас гражданин Израиля влез без всякого на то разрешения в квартиру, где проживают наша внучка и дочь, и вот уже полгода не знает никаких забот. Вот эти полгода... Кто это говорит? Андрей, чьи-то слова? Это письмо Александра Колкина в газету, которая опубликована. Хорошо, с чего он взял? Как он мог влезть в переписку вас, допустим, с этим Александром? Это полный бред, это изначально четко зафиксированная ложь. Откуда он знает все эти подробности? Это бред его больной фантазии и очередные черты к его портрету божественному. Итак, Александр Колкин назвал жигала нового гражданского супруга Наташи. Он появится здесь в студии сразу после рекламы. Как отреагировал он на публикацию в питерской прессе после рекламы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь, пусть говорят, в программе сегодня горькая ягода Марии Пахоменко. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаменитая певица Мария Пахоменко уже много лет постоянно ходит в синяках. Дочь певицы Наталья долго хранила эту семейную тайну, но больше не может молчать, потому что всерьез боится за жизнь матери, особенно после эфира в субботу на Первом канале. Опять, как всегда, этот вой звериный, ее стоны и крики, мы вбегаем вдвоем. И он вот это создание, которое еле держится на ногах, у нас на глазах, кулаком в висок, сколько и сил лупит, так и закрывает голову. Кулаком в висок певицу Марию Пахоменко бил ее знаменитый муж, композитор Александр Полкер. Теперь Наталья вынуждена прятать мать от родного мужа-садиста. Очень страшная вещь семейное насилие, когда закрыта дверь. А у нас же главный фокус, что перед камерами всегда камельфо и душка, и на всеобщее обозрение столько лет выставляется эта баечка насчет безумной любви. В свою очередь Александр Полкер требует вернуть ему жену. Композитор заявляет, что Марию Леонидовну украла собственную дочь и силой удерживает в плену. Сейчас я хочу пригласить в эту студию гражданского мужа Наташи, которого в открытом письме в питерской прессе Александр Полкер называет «жигола». Встречаем Александр Беляев. Здравствуйте. Уголовник. Я тот самый, как вы меня назвали, очень хорошо. Значит, Владимир, Владимир, вы сколько лет журналист? Подождите, как я вас назвал? Вы опубликовали Паск в стиле 39-го года. Подождите, мы опубликовали письмо, подписанное полкер. Значит, Владимир, я сразу с вами связался. Я вам прислал текст нашего ответа. Это тоже правда. Правильно. Значит, а сколько вы лет журналистики, я забыл спросить? Много. Много. А как вы могли не опубликовать вторую сторону? Значит так, мы с вами... Потому что были заинтересованы для того, чтобы зафиксировать... Подождите, подождите, подождите. Подождите, дайте услышать ответ, еще никто ничего не знает. Дайте не сказать. Он делает всю жизнь это одним способом. Значит так, с этим ответом, который прислал Александр, это все правда. Я лично ходил к адвокату. И он говорит, два варианта. Либо мы публикуем, и мы чистенькие в данном случае, да? Либо этот ответ может убить 80-летнего человека, у которого... Да, вот 80-летний человек, что он пришел со стволом... Он не боится никого убить, да? Почему он может убить? Мы боялись, что это убьет его. Почему? Нужно было опубликовать не первую часть, не первую часть. Подождите, вот, я связался с Александром, я написал и спросил, Александр, вы настаиваете на своем, так сказать, публике? Я сказал нет. Он сказал нет. Почему я сказал нет? Потому что... Мы бережем здоровье, Александр Наумович. Было сформулировано следующим образом. Вы хотите убить старого человека? Нет, не хотим. Нормальный ответ. Извинись перед нами. Мы посоветовали с Натальей Александровной и сказали, что нам достаточно извинения газеты за ложную отпечатку информации. Нормальный ответ. Она говорит, да, зачем мне такая супруга? Пусть она живет со своей дочерью. Все. Он даже не сказал, что это не говорило. Мне она не нужна в этой 17-метровой клетушке. То есть он публично сегодня отказывается от Марии Леонидов и говорит, что она не нужна ему в 17-метровой клетушке? Он ее очень много лет из квартиры вместе со всем имуществом на лестнице. Нет, он сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Это совершенно очевидно. Для этого сейчас есть судебный процесс, правильно я понимаю, где вы признаете вашу маму недееспособной. После этого будет установлена опека, где вы будете ли с опекуном. И уже он не сможет подойти без ее ведома. Я хотел добавить то, что Наташа не сказала. Она много лет ухаживала за обоими стариками. И сейчас ему предлагают. Правильно. Когда Колкер пускал ее в квартиру, но потом он ее вышвыривал с побоями. А в чем причина? Почему он начал вылезать? На больной человек. Он пишет в письме причину, почему. Он пишет, когда вы появились, чтобы было привольнее отдыхать, в кавычках, да еще с таким перспективным, в кавычках, женихов. Моя дочь, преподаватель университета культуры, выгнала меня с дачи, предварительно обчистив вместе с ним мои карманы. Ведь скоро у жениха день рождения. О, Боже. Ну вот, я бы к этому серьезно не относилась, Наташа, ну больной человек. Ну вы так, что просто маниакально ревнивый человек даже по отношению к вам. Ну понимаете, пока Саша не появился в моей жизни, этому ревнивцу ничего не мешало уничтожать всю семью на протяжении стольких лет. А до появления Александра были бы такие действия со стороны вашего отца? Конечно, они были. Вы так жизнь прожили. Так поэтому тогда нельзя обвинять здесь Александра в том, что она что-то претендует, что-то хочет получать. Нет, тут говорят, что с появлением Александра, что эта Каша завертела. Нет, Колкер пишет письме, простите. Наташа вместе с Жиголом объяснили полиции и врачам скорой помощи, что я избиваю до смерти свою жену. И даже сломал ей семь ребер. Но ни одного документа, который подтверждал бы их клевету, они врачам предъявить не смогли. В клиниках лежат, он выписки уничтожен. Конкретное обвинение Колкера в отношении Александра и свою дочь. Александр, во-первых, чем вы занимаетесь? Потому что есть много вопросов по поводу того человека. Я биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной цитогенетики, института эволюции, университета Хайфа. Я занимаюсь изучением диких пшениц Ближнего Востока. И вы познакомились с Наташей по интернету? Нет, мы знакомы в школе. Ну просто судя по письму. Давайте сейчас пригласим в эту студию композитора Александра Журбина. Он хорошо знает Александра Колкера и утверждает, что никогда, сколько он знает его, он не поднимал руку на свою жену. Встречаем, Александра Борисовича. В радость еще скажу. Добрый вечер. Можно я скажу? Часто я бывал? Часто. Значит, я думаю, что я знаком с Александром Ивановичем Колкером и Машей Пахоменко больше, чем многие. Потому что более 40 лет. Мы познакомились в начале 70-х годов. Я был еще аспирантом. Саша был уже известным композитором. Но он мне многое помог и все. Я могу сказать только одно. И я, конечно, никогда не был за закрытыми дверями у супругов, как никто не был. Одну секунду. Я, конечно, ничего не знаю, что происходит с закрытыми дверями. Но иногда по человеку можно судить, когда человек спокоен. Значит, я знаю этого человека много-много лет. Я могу сказать, что это благороднейший, интеллигентнейший. Это видно по статье. Тише, тише, тише. Я знаю, что вы за... Меня вы не перекричите. Я знаю его, как он помогал Маше всю жизнь. Значит, совсем недавно, совсем примерно полтора года назад, мы вручали премию, и они пришли с Машей. Маша уже была в не очень хорошем состоянии. Она меня узнала, например. Ну, в общем, видно было, что у нее рассеянное сознание. Так вот, что сделал Саша? Она сидела в зале. Ей совершенно не обязательно было выходить на сцену. И он получил эту премию. Я ему вручал эту премию. И там была большая овация, и все это снимали. И вдруг он говорит, а можно, чтобы вышла сюда моя любимая жена? Спокойно, это не на публику. Это было видно, как он ее любит. Поверьте мне, так, как он ее любил, никто не надо кричать. Я это знаю точно. Я знаю это точно, потому что я с ним не раз беседовал на этом. Я тоже очень люблю свою жену, и он очень любил. Он никогда с ней не расставался ни на секунду. И он сказал, можно Маша выйдет на сцену? И неожиданно Маша вышла на сцену, и она спела песню. Акапелла, просто она спела какую-то песню. И они вместе с Колкером вместе покажут. Это нельзя подделать, поверьте мне. Александр, скажите мне, почему Наташа сейчас все это затеял? Ну, Наташа, здесь явно, понимаете, у Колкера нет абсолютно никакого материального интереса. А у меня? А у вас есть? Какой? Есть, квартира. Квартира. Я живу в моей квартире, которая в моей собственной семье сидит. Я прекрасно понимаю, понимаете, как только она уморит своих родителей, она именно этого хочет. Она уморит своих родителей. Наталья, вы можете такое говорить. Я могу говорить. Вы можете такое говорить. Наталья, очень важный вопрос. Вы говорите морские вещи про Наташу. Вы видели, как она ухаживает за ними. Я знаю Наташу с детства. Да, с детства. А Колкера, мне стыдно? Мне не стыдно. Мне не стыдно. Мне не стыдно. Вам, пожилой человек. Наталья, есть очень важный вопрос к вам. В письме говорится о квартире, которая якобы вами сдаётся. И возникает вопрос. Если это правда, почему вы не могли переехать с вашей мамой туда? Правда ли это? Или нет? Моя мама не чемодан. Есть квартира, принадлежащая моей квартире. Переезжайте в другую квартиру. А может мне вообще город поменять, чтобы бегать от психически не здорово. Наталья, это правда. Есть квартира, которую вы сдаёте. Я не сдаю никакой площади. А квартира есть? Квартира есть. Да. Ещё одна. Ещё одна. А у меня есть дочь 23 лет. Понятно? Да? Давайте послушаем свидетельницу. Послушаем свидетельницу, которая видела, как происходило избиение. Внимание. И середине отличный человек, посмотрите. Мы входим в магазин. И вот тут два замученных старых человека. Две тени. Что-то они там покупают. У него руки дрожат. У него всё падает. И вот он у кассы там что-то достаёт. Там то ли карточки, то ли деньги, то ли еврики, платье. Она, и он ей даёт сложить в мешочек. А у неё руки мешочек не держат. Тоже у неё с руками проблемы, да? И он ей даёт вот по щеке, что ты там что-то делаешь. И он уже доведёт. И она не знает, что ей делать. Мы встретились с Паркинсом, с Альцгеймером. Атмосфера студии накалилась до предела. Сейчас мы сделаем небольшую рекламу. Оставляю вас с волшебным голосом Марии Покоменко сразу после рекламы. Её родственница в студии с шокирующими подробностями после рекламы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мария Покоменко, звезда советской эстрады. Правда ли, что она страдает от садизма собственного супруга? Продолжение субботней темы сегодня в программе «Пусть говорят». И сейчас в этой студии появится родственница Марии Леонидовны, которую мы нашли в Белоруссии. Мария Покоменко родилась в Белоруссии в многодетной семье. И сегодня в нашей студии Любовь Николаевна Колесникова, которая долгие годы не видела Наташу. Добрый день. Сколько вы не виделись с Наташей? С моей жизни не виделись. Любочка, привет. Очень давно не виделись. Вы тётя, да, получается, или кто? Да, Наташа, да. Наташа на тёте? Да. Что вы можете сказать? Вот мы сегодня здесь... Да, знаете, я в ужасе от всех программ, которые я видела. От того вообще отношения Александра Наумовича по отношению к Машеньке. Это наше достояние. Это наша гордость. Мы всегда ей радовались. Всегда русские достояния. Они оба достояния. И конкер достояния, и Маша достояния. Они вместе достояния. Они вместе достояния. Но я говорю о Машеньке, о её гостеприимстве, о её доброте. Она была необыкновенной матерью, бабушкой. Я хочу сказать то, что как было. Но он лишил... Вы знаете, ещё у Марии Леонидовны есть ещё две родных сестры, которых он не дал ей никакие возможности с ней общаться. Но мы хотели пригласить. Они ни в какую не хотят комментировать ситуацию и говорят, что это личные дела нашей сестры. И сегодня его в Крест не приехали в последнюю секунду. Вот вопрос к вам. Вы когда приезжали в их семью, вы замечали, что какой-то конфликт был? Вы же там жили, наверное. Поначалу этого я не видела. Это никогда. А почему вы тогда так видели? Вы посадили свою родственницу с 75-летием в этом году? Да. Что она... Как она... Ну как? Мы могли её с ней дозвониться, во-первых. Ни один телефон не отвечал. Не могли мы ничего сделать абсолютно. Представляете? В день маминого... Извини, ради бога, я не могу. В день мамина в 75-летие я с 9 утра до 9 вечера простояла под дверьми из корзины цветов. Все телефоны отключены, дверь закрыта, это норма. Нападают на дочку. Давайте просто вот на чашу весов положим, ухаживает... Кто как может ухаживать 80-летний в возрасте мужчина и его дочь? А вы считаете, что 80 лет жизнь завершилась? Нет, я не считаю. Я считаю, что... Судя на то, что Александр Борисович говорит, что он действительно плохое состояние, как может ухаживать 80-летний, извините, за рождение старик за своей женой? Или зрелая женщина? Он абсолютно в нормальном состоянии. У него никакого парфюмсона, это все неправо. А когда, извините, а когда говорят, почему вы напечатали письмо, любой к вам придет и... Да как это любой? Это выдающийся композитор. Что значит любой? Это человек, у которого репутация сделана всей его жизнью. Понимаете, вы же поете... Долго будет, Карелия снится... Карелия замечательно. Ну ничего же не стоят в Карелии. Да что вы говорите? Понимаете, мы обсуждаем его как человека. Нет, ну не говорите, что это происходит. Давайте пригласим в студию еще одну нашу героиню, легендарный редактор советского телевидения Эра Куденко, который утверждает, что Александр Колкер и мухи не тронет в этой жизни. Встречаем Эру Сосниковну. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Я понимаю, что вам неприятно сидеть с теми, кто обижает вашего друга. Диск Марии Пахоменко. Милой Эри, это мой отчет за пятилетку. Обнимаю, целую. Мария Пахоменко. Какая красавица. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня слышите всю историю. Как вы думаете, почему дочь вот рассказывает такие вещи про своего папу? Все, что она рассказывает про своего папу, это чудовищно. Я знаю эту семью с 64-го года. Причем знаю очень близко. Мы дружили домами. Два лета мы отдыхали в Усть-Нарвии. И кроме того, они приезжали к нам очень часто. Мы, то есть, были совершенно родными людьми. И вы видели Наташу тоже маленькой? Наташа была маленькая, потом родилась Маша, потом не стало моего мужа. И мы с маленькой Машей, с большой Машей и Сашей были в четырех круизах. Я работала в круизной фирме. Причем эти круизы были очень длительные. Вот один, например, вокруг Европы был 26 дней. И никогда я не видела и не слышала, чтобы Саша, кроме как Машенька, 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 к ней не обращался. Это был деликатнейший человек. Вы должны понимать, что и Саша, и Маша, это гордость нашей страны. Они ее славили. Знаете? Не оспаривает этого. Так нельзя их набить. Кажите, пожалуйста. Вообще, незнающие люди. Да никто не оспаривает. Кажите, пожалуйста. Все-таки может быть со временем трансформация отношений? Нет, не может. Понимаете, как можно? Наташа, должна была создать ему условия, чтобы они жили вместе. Он не был в выпуске, но он не был в выпуске, но он не был в выпуске. Скажите, пожалуйста. Наташа, вам говорят, что вы должны были создать условия для родителей, чтобы они жили вместе. Да, потому что эти родители, Наташа, они отдали тебе все. На это бюджет должны потратить, Наташа. Другое дело, что ты вырвала человеку. Ты понимаешь? Дайте мне хоть слово сказать в конце. Мне стыдно за тебя. Дайте хоть слово сказать. Подождите, пожалуйста, а можно задать вопрос Александру Беляеву? Саша, можно вам вопрос задать? Вам вопрос. Можно? Вы живете... Помолчите. В семье полгода, да? С марта где-то. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот что вы можете сказать о колкере? Вначале Наташа представила меня своим родителям. И все было достаточно хорошо и нормально. Александр Наумович жил с Марией Леонидной в большом доме. Мы с Наташей жили отдельно, в гостевом доме. В Усть-Нарве. Речь идет про два дома в Усть-Нарве. Да, два дома в Усть-Нарве. Значит, оттуда постоянно доносились крики. Постоянно доносились крики. И был эпизод, который я видел своими глазами. Эпизод с чашкой. После которого Александра Наумовича Наташа попросила уехать. Ты не объясни, что за эпизод с чашкой, люди могут не понять. Да, эпизод с чашкой. Раздался очередной страшный крик, жутчайший, нецензурная брань, грохот и мамин плащ. Мы вбежали, потому что жарко, дверь открыта. Со всей силой бьет кулаком в голову, она ее закрывает и объясняет мне. Врач велел, врач велел, она должна убирать за собой. Я до этого, мы в этот день с Сашей с утра отвезли его в больницу на обследование. Я все подала на крыло, и мы вышли. Она не поставила за собой чайную чашку в мойку. Человек может себя контролировать. И сейчас настал такой момент, когда ему необходимо помогать. Почему мы должны верить это? Объясню. Я могу объяснить. Почему мы должны верить? Потому что у нас нету Кокера без рядом. Книга Александра Кокера. Ее невозможно было нигде найти. Я слышал про нее. Лифт вниз не поднимает. Извините, зачитаю. Он пишет. Эра, я прожил с тобой целую жизнь. Ты много сделала для меня и Маши. И мы помним тебя каждый день, а не только 30 ноября. Твой Саша, объяснение нашей любви на странице 122. Скажите, вот вы считаете, вы независимый эксперт, вы живете далеко и понятно. Знаете, Наташа, почему вы считаете, что сейчас вот так? Я понимаю, что вам обидно видеть девочку, которую вы знали, которую видели в круизах, которую родители много сделали, чтобы она посмотрела мир. Я не была нигде с родителями. Они не показывали у нее мир. Они мою дочку два раза с собой взяли. Я никогда никуда не ездила. И не имею к Александру Наумовичу отношения очень много лет. С раннего, с юности. Доча была. Внучка. Он вместо меня приглашал Эру Сосниковну. Были две каюты на двух местных. Потому что у него есть друзья, а есть люди, которых он не переносит. Я не отношусь к числу его друзей. Наташа, как тебе не спит? Вы понимаете, вот я хочу ответить Саше Жерубину, которого вы говорите, что вам уважают. Это Эра Сосниковна устраивала эти круизы. Я работала в клинической фирме, и я устраивала им круизы. И ездила туда законно. Наверное, у вас вопрос-то возник, наверное. Наверное, были разные круизы с собой. Андрей, позвольте вам ответить на ваш вопрос. Я точно так же, как вы, сижу на протяжении всей передачи и ищу мотив. Вот где же это? Где собака порыта? Позвольте. И у меня сразу... Я и хочу спросить у подруги, какой мотив в этом всем? Какой мотив? Для чего мне все это делать? Послушайте меня. Наталья, мотив в другом. Когда заболела ваша мама на протяжении последних лет, вы знаете, такое случается, что иногда не всем легко ухаживать. И, видимо, у него наступил какой-то предел у Колкера старшего. Он раздражал и так лиц. И он просто устал и не захотел за ней ухаживать. Становится агрессивнее. Или что-таки появление и другого мужчины на лестничной клетке в этом старстве действительно как-то... Сейчас еще одна короткая реклама далее в нашей программе. Так за что же дочь уместит отцу? Свидетели нашей студии после рекламы. Сладкая ягода В лес поманит Щедрой спелостью удивит Сладкая ягода Адурманит Горькая ягода Адресвит Здравия в семье знаменитой советской певицы Марии Пахоменко. Сегодня снова в центре внимания продолжение субботней истории Первого канала. Дочь певицы утверждает, что ее родной отец издевается над мамой все эти годы. Друзья и коллеги этой знаменитой семейной пары утверждают, что все это проделки нового гражданского мужа Наташи, дочери Марии Пахоменко, который мечтает о многочисленном парке квартир в Санкт-Петербурге. Хочу предоставить слово Сергею Новожилову, который дружит с семьей знаменитых музыкантов более 50 лет. Добрый вечер. Я знаком 65-го года с этой замечательной парой творческой. И в первый раз мы встретились в Кривлевском дворце съездов на концерте мастеров Ленинградского искусства. И вместе возвращались в купе в одном, так попалось. И, конечно, то, что Маша, когда стала лауреатом премии «Золотой Орфей». Конечно, первая же, первая поехала, и там был грандиозный скандал тогда, да? Шел англичанин, должен был победить. Победила она. Вся западная пресса была взорвана. А тогда «Золотой Орфей» это как «Ебровидение». И вот после этого Маша получает отделение сольное. Тогда это было очень непросто. В 77-м году судьба нас свела в Гданьске на днях Ленинграда, где я мог Машу увидеть во всей красе, как замечательную представительницу нашей высокой эстрады, русской советской эстрады. И все эти годы, конечно, я знал и дружил с Александром Наумовичем. А вы виделись в последний раз? Сколько лет вам Сереженко? Да, вот это вы нам все рассказываете про его творчество. С тобой в 79-м. В 79-м? Когда были все здоровые, нормально себя вообще. Ну, все были здоровые сейчас. Не молодые. Не молодые. Не молодые. Но вы говорите, что рецепт он бьет вас. Поэтому я пытаюсь понять, как вот... Я не могу ставить Сашин ко мне вопрос без ответа. Пожалуйста. Папа перестал до такой степени себя контролировать, что теперь это не находится за закрытой дверью. У нас есть десятки свидетелей, как это происходит в публичных местах, понимаете? Это происходит вдоль моря, когда они ходят, в супермаркете, в магазине. И есть огромное количество людей, которые готовы, если решать в правовом поле этот вопрос, дать показания. Потому что уже не одна я мою ее в ванной, а мою ее только я, отмываю этот кошмар. И вижу, во что превратилось... Наташа, а вы не попробовали его просто пожалеть, вместо того, чтобы действовать в правовом поле? Я занимаюсь этим много лет, поэтому я сейчас жалейте его и ее одновременно. Я разрываюсь, пожалейте. Она, это дочь, вернее, это жена его. Бегаю и ухаживаю за него, за другим мужчиной и его дочкой. Александр Шерпенко, какой-то компромисс может быть в данной ситуации? Или уже все, нет точки невозврата пройдена? Да надо их оставить в покое, вы поймите. Можно я скажу, оставьте в покое двух замечательных пожилых людей. Если мы оставим в покое, то она просто умрет. Это неправда. Чтобы он ее убил? Да ладно, никто никого не бьет. Да что ты смотрела так долго? Чтобы он завел до такого состояния, что умерла от побоев? За ней не буду ухаживать, она умрет сама. Вот и все. Давайте не все сразу, пожалуйста. Есть разные семьи, да? Есть семьи, которые на людях и даже очень громко ссорятся. Извините. У меня с моей женой сейчас бывает такое. Мы очень любим друг друга. Это ничего не значит. Это не надо звать свидетелей и говорить. Это неправда все, что... Понимаете, я не верю ни одному слову. Понимаете, интеллигентней... Саша, если Ильичка пожаловал бы нам, что у нее есть синяки, тогда вдруг поверили. Это доказательство. Понимаете, когда мне говорят, что исчезли все снимки синяков, я в это не верю. Этого быть не может. Все лежит в клинике. Где они? В каждой клинике, куда поступала моя мама, с тяжелыми травмами. 46 лет по законодательству хранятся медицинские дела. В институте мозга лежит ее полное обследование, в котором указано, что у нее множественные переломы грудной клетки. И это лежит в институте мозга и запрашивается по суду. На улице Вавиловых в Елизаветинской больнице лежит другой документ. И он лежит и проверяется при первом же запросе суда. Тяжелый ушиб копчика. Александр Наумович дал показание, что она упала со стремянки. Куда лазала женщина? У меня, Наталья, у меня первый вопрос, как логический. Вот вы нигде это жили. Вы жили вместе с ними, рядом. Как вы вообще к этому относились, что ваша мать периодически попадает в больницу с такими диагнозами? Мне сказано, в его степени цинизма мне сказано открытым текстом. Никогда ничего не докажешь, она не помнит. А я буду доказывать. Следующее, что вся эта ситуация началась, когда появился Александр, как единственный мужчина, который стал помогать женщинам и разбираться в этой ситуации. И спасибо вам огромное, Александр, чтобы не оставлять данный вопрос. Ну, я думаю, что не все верят в добрые чувства Александра, который из Израиля, из института, приехал в Санкт-Петербург на три трехкомнатные квартиры, два дома и все наследие. Давайте говорить как бы открытым языком. Возникает такой простой вопрос. Если так тяжело жила ваша семья, на глазах вашей матери, отец сбил вас, почему она с ним не развелась-то столько лет? Ну, это глупый вопрос. Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, потому что вы диспатизм. Женщин живут, их бьют, они живут, их бьют, они живут. Развелась я, Александр, Александр, вопрос тоже логичный, да? Если певицу Валерию он выпил, но он писал ей хиты, она жила с ним до того момента, пока были хиты. Когда хитов не стало, она ушла. Но здесь-то ни хитов, ни выступления. Александр, со стороны Натальи выдвигаются очень серьезные обвинения. И возникает логичный вопрос. А зачем ей врать? Потому что мы... Это цинично, но мы понимаем, что через некоторое время все имущество и так перейдет ей. Зачем ей это все придумывать? Зачем? Какова ее мотивация, на ваш взгляд? Я не буду вдаваться в эти... Я не юрист, я буду разбираться. Но я могу одно сказать. Наталья сама осозналась. Папа ее, вернее, она папу ненавидит с 79-го года. Они не общаются. Это месть, вы думаете, что это месть? Это нормально. Вы же конструировали вместе с мамой, вы даже выходили на сцену, у вас есть обместные выступления. Я даже выходила, мы работали вместе 10 лет. Я никак не могу задать... У них отношения в семье страшно напряженные, насколько я понимаю. А у меня сейчас... Может быть, просто неудавшаяся творческая карьера, что вы выступали? У меня все в полном порядке с моей карьерой. Я преподаю в театральном университете мастерство актера, мюзикл. Я обожаю свою профессию, я просто получила еще одно высшее образование. А с мамой меня куполина не везали. Мамой, внимание. Никто не сможет никогда сделать его лучше. Все пройдет, и печаль и радость, все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит. Она не проходит, эта любовь. И я никогда не дам ее в обиду больше никому. Можно задать один вопрос господину Желтого? У меня больше другой возможности не будет. Позвольте. Да, конечно. Я понимаю, что вы очень хотели помочь Александру Наумовичу, и на эмоции могли немножко не разобраться в этой ситуации. Я вас по-человечески понимаю. Хотя вы нарушили журналистскую этику, когда вторую сторону не публиковали, но пожалев его здоровье, это я тоже могу понять. Объясните мне при всей аудитории только одну вещь. Как могло получиться, что вы в этой статье опубликовали конфиденциальные данные, наш полный домашний адрес. Скажите, люди, вы когда-нибудь видели адреса артистов, напечатанные в прессе? Это запрещено запоном. Это личные персональные данные. Вы представляете, в каком я нахожусь положении? Я ухаживаю за тяжелейшей больной матерью. Вы готовы извиниться перед всей страной? Нет, два вопроса. Перед страной готовы извиниться? Значит так, в порядке поступления, да? Да. Значит, что касается дома. Адреса полного. Номер дома я лично, лично убрал. Александр Наумович своей рукой, своей, вписал его. И когда я с ним... Нет, ну вы же журналист, вы же профессиональный человек. Этого делать нельзя. Подождите. Что вы с нами делаете? Как нам жить теперь в этом году? Я лично хочу привести внимание к своей персоне и готов опубликовать. Почему нет? Он что, завтра не дал? Он дал что-то адрес дома. Иначе сейчас будет огромная толпа стоять возле их дома. Я не могу ли выяснить, не живя в воду. Ребята, адрес публичного человека, особенно члены Союза композиторов, установить очень легко. Да, это не так. Есть справа, что Союза композиторов продается в любой вопрос. Хорошо, первый вопрос, как поснимается, Наташа? На что он еще хотел ответить? Что касается извинения, значит, вот в этой части я готов извиниться. Дальше, если бы у Колкера были какие-то сомнения, я на этом уже акцентировал внимание, да? Тогда да. Но он сказал, что все написано верно. Другое дело, мы готовы опубликовать то, что написал Александр Беляев. И это, наверное, будет правильно. Но тогда я уже снимаю с себя всякую ответственность. Ну а сейчас вы уже сняли с себя. Сняли с себя ответственность. Все, уже поздно. Запустили этот страшный маховик. Я не выносила это на средства массовой информации. Я пыталась как только возможно решить это внутри семьи. Все-таки, Наташа, как вы хотели бы, чтобы события развивались в идеале для вас? Отцу срочно. Это просто СОС при том, что происходит. Нужна медицинская помощь. Второе. Я буду ни от чего не отказывать. Ухаживать за ним, на его территории. Это очень просто. Мы рядом. За мамой у себя. Он может сколько угодно приходить, но в присутствии семьи. Чтобы я не могла потом корить себя всю оставшуюся жизнь. Мне нужно дать. Любой человек имеет право нормально дожить свою жизнь. Любящая дочь, которая готова ухаживать за своим родным отцом. Давайте посмотрим еще раз фрагмент прогулки Марии Леонидовны с Наташей, где она встречает свадьбу и что она желает молодым. Внимание. А ты посмотри, невеста, какая красавица, в каком платье. Ай, Боже мой. Пойдем, пожалуйста. Ребята, мы вас поздравляем. Счастья вам, какие вы красивые. Сегодня у вас потрясающая зима. Спасибо. Спасибо. Надо сказать, что он не повторится. Это должны быть открыты. Это знают все. Моя мама – это певица Мария Пахоменко. Надо очень друг друга поздравить. Очень друг друга. Мы должны беречь. Это самое главное. Самое главное – беречь. Спасибо вам большое. Главное – беречь друг друга, говорит Мария Пахоменко. И мне очень хочется надеяться, что здоровье народной артистки не станет разменной монетой в руках ее работы. Ладных и близких. Берегите друг друга. Это трехлетняя Полина. Она – заложница. Не подозревая о том, девочка стала разменной монетой в борьбе двух бабушек за безоговорочное влияние на своих родителей – маму Наталью и папу Александру. Мы все равно будем биться за нее. Как сможем? Хотим мы тебя, Полиночка, вернуть домой, чтобы ты жила в нормальной семье. Сами молодые родители даже не пытаются противостоять влиянию своих матерей. Вот уже несколько месяцев они идут на поводу у родственников и только разжигают конфликты. Дочь, я люблю тебя, очень скучаю по тебе. Не может он. В нашем следующем эфире впервые за последнее время две семьи соберутся вместе. И сможет ли Александр найти в себе силы увидеть свою дочь, которую не видел 9 месяцев, и сына, которого никогда не видел? Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова